20.00 по времени Астаны. Вы смотрите вечернюю информационную программу на телеканале Хабар 24. Я Сергей Гергель и мои коллеги готовы рассказать о самом главном в стране и мире. Здравствуйте. Бизнес-сообщество страны в ожидании предстоящей налоговой амнистии. Поручение о снятии с учета штрафов и пени, наложенных на субъектов малого и среднего бизнеса, дано главу государства в послании. По мнению специалистов, такой шаг откроет большие возможности для развития предпринимательства. Когда начинается акция и какие субъекты бизнеса попадут под амнистию, расскажет мой коллега Лебек Большуленов. За последние два года у одной из сервисных компаний в Казаларде накопилось свыше 240 миллионов тенге налоговой задолженности. Долги резко сузили возможности предприятия. Если мы попадем под амнистию, то это станет огромной помощью для нас. В компании работают более 200 сотрудников. Нам необходимо обновлять материально-техническую базу. Налоговая амнисия даст нам возможность исполнить недавнее поручение президента, повысить зарплаты нашим работникам. И таких представителей субъектов малого и среднего бизнеса, готовых начать работу с чистого листа, в Казалардинской области насчитывается больше 1800. Общая сумма долгов по налогам на 1 октября составляет более 2 миллиардов тенге. 1 миллиард 460 миллионов тенге – это основной долг. 700 миллионов пеня, 60 миллионов штрафы. Для проведения налоговой амнистии мы совместно с предпринимательскими структурами готовим документы по внесению изменений в законодательство. А в Акмолинской области под амнистию могут попасть 2805 налогоплательщиков. Предварительная сумма списания штрафов и пени составляет более полутора миллиардов тенге. Налоговая амнистия будет действовать весь следующий год. Под амнистию не попадают крупные налогоплательщики и производители под акцессной продукцией. Списание пеней и штрафов также будет распространяться на налогоплательщиков, которые получили отсрочку по уплате налогов или находятся в процедуре реабилитации. Они должны досрочно уплатить бюджет сумму основного долга. Сейчас в Казахстане насчитывается более 60 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих задолженность по налогам. Общая сумма долга около 155 миллиардов тенге. Чуть больше половины – это основной долг и 75,5 миллиардов тенге – пени. Олимпий Большуленов, Альхайдар Турлыханов, Руслан Айтмамбетов, Казалардинская область, Хабар, 24. В Полударской области отмечают значительный рост количества малых и средних предприятий. На конец года, по данным Акимата, их общее число уже превысило 43 тысячи, а объем налоговых поступлений увеличился на 20%. Что примечательно, все больше новых бизнес-проектов реализуют на селе. К примеру, в приграничном с Российской Федерацией Железинском районе, благодаря государственным инструментам поддержки свое дело смогли открыть 25 человек. Репортаж Салуата Тимирбулатулы. Автомобильный доктор. Так по-свойски прозвали односельчане Николая Черноусанова. Благодаря своим знаниям и золотым рукам он может починить любую технику. В этом году 43-летний автомеханик записался на специальные курсы и по госпрограмме открыл свое дело. Рад задеть Колю. Дай Бог, чтобы у него все получилось, чтобы все срослось. Грузовые, легковые, механика, автоматика. Николай берется за любые заказы. На 3 миллиона тенге льготного кредита он уже купил часть основного оборудования. В планах запустить компьютерную диагностику. А такой сервис на селе сейчас очень нужен. Тем более рядом проходит международная трасса Павлодоромск. Желание есть работать в этой сфере, процветать, обслуживать, расширяться. В дальнейшем открывать рабочие места, набирать людей. О расширении своего бизнеса думает и 34-летний Денис Богусевич. Привет. Пойдет, вот колбаски сделал. Вместе с супругой Мариной Денис сначала открыл небольшой магазин. А на днях запустил мини-производство колбасных изделий копчености. Причем по своим фирменным рецептам. Товар идет на ура. Теперь в планах выйти на город. Мы хотим увеличить производство. Мы только начали, как бы у нас объем очень маленький. И как бы в дальнейшем, может быть, что-то и надо будет и с сырьем, и со станками, может, какими-то. Ну, как бы пока все нормально, пока хватает. Новое семейное дело открыла в этом году и Инна Порохня. До этого бизнесом занимался супруг. Он работает в сфере пассажирских перевозок. А теперь, взяв льготный кредит под 6%, девушка открыла на селе салон красоты. Это первый в селе Железинке салон красоты, соответствующий всем современным требованиям и стандартам. Взяв кредит, начинающая бизнес-вумен Инна Порохня сразу принялась за строительство. В итоге всего за год возвели это просторное здание и оснастили всем необходимым оборудованием. Вообще была мечта с детства. Благодаря госпрограмме мечта просто осуществилась намного быстрее. В свое время я арендовала здание. Теперь благодаря этому проекту с нуля построили здание, теперь как бы собственный салон. На селе Железинки 6 тысяч человек и желающих открыть собственное дело становится все больше. В 2018 году прошли обучение 239 участников по проекту Бастау Бизнес. Из них 25 у нас открыли свое собственное дело с созданием новых рабочих мест 42 человека. Плюс у нас еще получили безвозмездные гранты и открыли ИП 59 участников. Всего в области насчитывается 43 тысячи объектов малого и среднего бизнеса, в которых занято больше 135 тысяч человек. В Мангистовской области за годы независимости появились три новых направления железных дорог. Жизказган-Бенео, Зень, государственная граница с Туркменистаном и Буржакты-Ерсай. Каждая из них имеет колоссальное значение для страны и ее транзитного потенциала. Только в этом году по железным дорогам региона перевезено почти 4 миллиона тонн грузов. Это примерно на четверть больше, чем в прошлом году. Мангистовская область – уникальный регион Казахстана. Пожалуй, только Октава обладает таким транспортно-логистическим потенциалом в стране. Это прежде всего морские ворота страны, но не только. Открытие казахстанско-туркменского участка железной дороги Узень-Берекет-Горган пять лет назад позволило Мангистову стать регионом, обеспечивающим выход и к Каспийскому морю, и к Южным морям. За 11 месяцев через железную дорогу перевезено больше миллиона тонн грузов. Новые населенные пункты – две станции Бопай и Булашак, а также пять разъездов – появились на карте независимой республики. Сегодня отдаленная станция Булашак обеспечена пограничной и таможенной инфраструктурой. Здесь проживают 600 человек, 90% из которых – молодые специалисты. Нам позволяет перевозить грузы непосредственно с Казахстана через Туркменистан, через Иран, выйти на Туркменистанский залив. Не только увеличивают наши экспорты, но и транзит тоже. Ну и, соответственно, это поступление в бюджет. В перспективе мы планируем запустить по-саверски поезда между Казахстаном и Туркменистаном. Строительство железнодорожной линии Боржакты-Ерсай тоже когда-то вошло в число крупных проектов по усилению транзитного и экспортного потенциала Казахстана в западном направлении через порты на Каспии. Именно тогда стало понятно – Мангостауская область окончательно сформировалась в качестве регионального хаба на юго-западе Казахстана. За 10 месяцев этого года по дороге Боржакты-Ерсай проехали почти 21 200 товарных вагонов. Год закрываем хорошими показателями. Дорогу обслуживает 26 человек, часть из них работает вахтовым методом. Пропускная способность дороги – более 12 миллионов тонн в год. А благодаря железнодорожной линии Жесказган-Бейнеу на 10 часов сократилось время в пути пассажиров, следующих рейсом Алматы-Мангышлак. А стоимость билета снизилась на 11%. Дорога соединила Запад с Центральным Казахстаном. Это самая длинная магистраль, построенная за годы независимости в стране. Благодаря ее появлению были созданы 4 новые станции и несколько разъездов. А полторы тысячи наших соотечественников обрели работу. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Мангосталовская область, Хабар-24. Укрепляет свои позиции и отечественное кораблестроение, зародившееся в годы независимости страны. На защите морских границ Казахстана стоят уже 29 военных судов, изготовленных на одном из уральских заводов по заказу Министерства обороны и пограничной службы. Раньше на предприятии строили катера и корабли водоизмещением до 300 тонн. А сегодня его потенциал позволяет конструировать и собирать крупногабаритные ракетно-артиллерийские и патрульные корабли с суперсовременным вооружением. Четверть века назад в этом цеху выполнили первый заказ казахстанских пограничников. Корпус самого первого прибрежного катера водоизмещением 13 тонн делали вручную. За эти годы мы изготовили 4 единицы для Министерства обороны и остальные для пограничной службы КНБ. Итого мы сейчас в настоящий момент сделали 29 единиц катеров и кораблей. Современные суда отличаются высоким техническим оснащением. Катер FC-19 набирает скорость до 100 км в час. Он оборудован современными средствами управления, связи и инвигации. А ракетно-артиллерийский САРБАС оснастили гидроакустической системой. Ежегодно проводится модернизация кораблей и катеров. Вводятся дополнительные комплектующие, дополнительное оборудование. После реконструкции на заводе появилась возможность возводить корабли водоизмещением до 700 тонн. Из-за обмеления Урала были трудности с транспортировкой судов на Каспии. Но в прошлом году заводчане успешно испытали технологическую оснастку для перемещения кораблей по мелководию в систему понтонов. Мы сделали такие технологические понтоны, по которым можно корабль передвигать и по реке Урал, и выйти в канал, который, так сказать, подымает корабль, обеспечивает осадку не более одного метра. То есть это достаточно для того, чтобы пройти по Уралу и выйти, так сказать, туда уже в море. Сейчас корабелы работают над производством пунктов маневренного базирования для пограничников. Это своего рода мобильные пирсы, которые обеспечивают швартовку катеров и кораблей всех местах, где нет стационарной инфраструктуры. Асиль Русалиева, Руслан Газец, Законат Махмудов, Уральск, Хабар, 24. Две новые погранзаставы «Янбек» и «Жасылтобе» открыли на казахстанско-кыргызской границе. Здесь есть все необходимое для внесения службы, повышения профессионального мастерства и занятий по боевой подготовке сотрудников. Помимо этого созданы социально-бытовые условия для проживания военнослужащих и их семей. Информацию об этом распространила пресс-служба пограничной службы КНБ. Коллектив главного офиса Всемирного банка в Вашингтоне поздравляет Казахстан с Днем независимости. С первых дней обретения суверенитета наша страна начала тесно сотрудничать с этим ведущим мировым финансовым центром. Всемирный банк профинансировал 46 проектов в нашей стране на сумму свыше 8 миллиардов долларов и внес таким образом большой вклад в развитие частного сектора, проведение структурных реформ и улучшение инфраструктуры. Поздравляю Казахстан с 27-й годовщиной независимости. Для меня большая честь представлять Вашу страну в Совете директоров Всемирного банка. Также приятно наблюдать за очень прочным и отличным сотрудничеством между Всемирным банком и Казахстаном на протяжении всех этих лет. Я бы хотела поздравить всех казахстанцев с Днем независимости и пожелать всем счастья, успехов и благосостояния нашему народу, нашей стране. Мы очень скучаем по нашей родине. Я работаю во Всемирном банке 24 года и очень с гордостью представляю Казахстан. Кстати, казахстанцы сегодня продолжают отдыхать. 17 и 18 декабря официально нерабочие дни. О том, кто еще поздравил жителей нашей республики с Днем независимости и какие интересные факты связаны с этой датой в ближайшие несколько минут в программе «Актуально». Казахстанцы празднуют 27-ю годовщину независимости страны. Это главный национальный праздник нашей республики. В эти дни во всех городах проходят праздничные концерты, массовые гуляния, фестивали и ярмарки. Из-за того, что 16 декабря в этом году выпало на воскресенье, праздничные дни сместились. Кроме 15 и 16 декабря, нерабочими днями также объявлены 17 и 18. О том, кто поздравил казахстанцев и какие интересные факты связаны с этой датой, расскажу в следующие несколько минут. Это Актуально. Здравствуйте. Каждый год казахстанцев традиционно поздравляет с Днем Независимости президент Нурсултан Назарбаев. Ежегодно в канун 16 декабря по всей республике государственные награды вручают десяткам казахстанцев. День Независимости. Это эпохальное по своей исторической значимости событие и самый главный праздник для всех граждан нашей страны. Ровно 27 лет назад мы сделали судьбоносный выбор, встали на путь суверенного развития и построения независимого государства. Наше поколение родилось под счастливой звездой. Мы живые свидетели и активные участники зарождения и становления нового Казахстана. Нам выпала высокая честь и огромная ответственность воплотить в реальность сокровенную мечту нашего народа о свободе и процветании родной земли. С Днем Независимости президента Нурсултана Назарбаева и казахстанцев поздравили зарубежные политики, звезды и известные общественные деятели. В адрес главы государства телеграммы с поздравлениями отправили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Дзиньпинь, президент Сербии Александр Вучич, президент Молдовы Игорь Дадон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Украины Петр Порошенко, а также главы Венгрии, Вьетнама, Италии, Короли Иордании, Швеции, Испании, Нидерландов и Таиланда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь несколько интересных фактов, связанных с Днем Независимости нашей республики. В день 16 декабря 1991 года, когда был принят закон о независимости и суверенитете, в Казахстане родились 959 человек, 491 мальчик и 468 девочек. Накануне им также, как и независимости страны, исполнилось 27 лет. За годы независимости численность населения страны увеличилась на 2 миллиона человек. Темп прироста численности населения составил 12,2%. В республике родились 8,7 миллиона человек. Из них больше всего в 2016 году. 400 тысяч. Ежегодно каждый седьмой ребенок рождается в Туркестанской области. Самый высокий уровень среднеожидаемой продолжительности жизни населения сложился в Астане. 72 года у мужчин и 79 лет у женщин. Самый низкий в Акмолинской области. 66 лет у мужчин и 75 у женщин. Если говорить об экономических показателях, то с 1991 года реальный рост ВВП составил 229%. Показатель более чем внушительный. За годы независимости в Казахстане в основной капитал было инвестировано более 75 триллионов тенге. По этому показателю в СНГ мы занимаем второе место после России. За годы независимости благодаря государственной политике по диверсификации посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур были увеличены площади масличных культур в 9,4 раза, что практически равнозначно территории таких стран, как Сингапур, Кипр, Бахрейн и Кювейт. За годы независимости в республике было введено в эксплуатацию общей площади жилых зданий на 134 622 квадратных метра. При этом среди стран СНГ Республика Казахстан заняла четвертое место по вводу в эксплуатацию жилых домов в первом полугодии 2018 года. К 2017 году Казахстан установил торговые отношения со 182 странами и территориями. С 1995 года их количество увеличилось на 36 государств. С праздником независимости это актуально. Вы смотрите вечернюю информационную программу и мы продолжаем выпуск. Россия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты отказались поддержать последний доклад ООН по климату. В польском Катавице завершился 24-й климатический саммит ООН. Его окончание планировали еще в пятницу, однако делегаты никак не могли прийти к единому мнению по итоговому соглашению. В конце концов, после двух недель напряженных переговоров был принят так называемый Катавицкий пакет. Документ, одобренный в Катавице, стал дорожной картой реализации Парижского соглашения по климату 2015 года. Подписавшиеся под этим соглашением страны обязаны сократить вредные выбросы в атмосферу и сдержать до конца столетия повышение средней температуры на планете значительно ниже 2 градусов по Цельсию. В настоящее время она повысилась приблизительно на 1 градус. Когда в зале около 200 стран, то не просто прийти к соглашению по столь конкретному и техническому договору. В этих обстоятельствах любой шаг вперед – большое достижение. А для этого пакета правил вы вместе сделали тысячи небольших шагов вперед. Можете собой гордиться. Примечательно, что конференция ООН по климату проходила в Катавице, крупном угледобывающем центре Польши. За несколько дней до начала саммита польская Минэнерго объявила о том, что уголь будет ключевым источником энергии до 2040 года. Тем временем выбросы парниковых газов с начала 90-х годов, с тех пор, как начали собираться климатические конференции, только растут. Но все же большинство стран видят в конференции площадку, где можно быть услышанным. Это указывает на то, что многосторонний подход эффективен, и нам необходим многосторонний подход для решения глобальных проблем. Поэтому мы считаем, что эта конференция прошла успешно, и мы успешно выполнили нашу задачу, поставленную нашей страной. Впрочем, не все поддерживают такой подход к решению проблемы. Некоторые мировые лидеры считают, что роль человека в повышении температуры на планете сильно преувеличена. США не участвовали в конференции и отказались вкладывать деньги в противодействие изменения климата. Однако такие масштабные встречи, несмотря на критику, нужны, считают эксперты. В Катавице говорилось о том, что до 2020 года все страны общими усилиями хотят выделить на защиту климата по 100 миллиардов долларов в год. По некоторым оценкам, 80 миллиардов на сегодня уже собрано. Это деньги, которых без климатической конференции не было бы вообще. Теперь у нас четкие правила для прозрачности, для финансирования. Мы сделали большой шаг вперед. Мы также показали, что Европейский Союз стоит во главе движения. Мы на самом деле пытались всех объединить и очень довольны результатом. К тому же теперь в соглашении четко прописано, как страны будут следить за сокращением выброса парниковых газов, согласно обещанным нормам, а также как об этом будут сообщать. В Азербайджане будут ограничивать использование одноразовых пластиковых пакетов. Специально разработанная программа предполагает переход на их платную раздачу в магазинах. При этом заменить фасовочный пакет будет проще простого. Специальные тканевые эко-мешочки уже появились в некоторых супермаркетах. План по сокращению оборота одноразовых пластиковых пакетов планируется запустить со следующего года. Он будет охватывать двухлетний период. Автор уверен, что таким образом можно будет намного уменьшить попадание пластика в окружающую среду. Опыт показывает, что в странах с запретом на бесплатные полиэтиленовые кульки их использование сократилось почти на 90%. По данным комитета статистики, в Азербайджане на одного человека в год приходится около 24 килограммов пластикового мусора. Поэтому нетрудно представить, насколько важно уменьшить выброс пластика и обезопасить окружающую среду. Предполагается запрет на использование тонких полиэтиленовых кульков толщиной до 20 микронов. Как вы знаете, это те самые одноразовые кульки, которые через 20 минут выбрасываются и столетиями не разлагаются в окружающей среде. Следующий шаг предполагает собой ограничение бесплатной раздачи в супермаркетах тех самых полиэтиленовых кульков. Входя из маркета, мы оттуда выходим вместо одного кулька с тремя, четырьмя и в трехкратном, четырехкратном размере усиливаем тем самым негативное воздействие на окружающую среду. Согласно исследованиям, пластиковые пакеты используются всего 15 минут. После же у них начинается жизнь длиной в 500 лет. И делясь на микрочастицы, они смешиваются с водой и землей. При сгорании же на полигонах в воздух выбрасываются вещества, которые наносят вред здоровью человека и вызывают самые опасные болезни, в том числе рак. Мельчайшие частицы пластика на сегодняшний день уже встречаются почти на всех уровнях в экосистеме. И мы можем это увидеть и в рыбе, и в птице, и в каких-то других животных. И в том числе, значит, таким образом они могут попасть и в пищу человеку. Ну какой вред приносят вот эти разложившиеся, мельчайшие, могут попасть в частицы. Конечно, снижение иммунитета. Это действия канцерогенного уровня, то есть вызывающие какие-то заболевания, связанные с канцерогенами. Вот это все, конечно, необходимо сокращать. Специалисты считают, что сразу от пластиковых пакетов отказаться будет трудно. Тут могут помочь не только госпрограммы, но и сами люди должны быть вовлечены в этот процесс. Заменить полиэтиленовые на экологические упаковки, перейти на сумки многоразового использования, например, на холщовые или тканевые. Потому что это уже не проблема специалистов окружающей среды, а повседневная жизнь каждого сознательного человека. Тысячи полиэтиленовых пакетов ежедневно используют в Казахстане, а затем выбрасывают, загрязняя окружающую среду. При этом сроки их распада порой достигают 500 лет. Тем временем в Астане уже появилось предприятие, которое выпускает биопакеты. Они разлагаются в почве, превращаясь в удобрения. С процессом их изготовления знакомился Марк Брюшко. Идея отказа от вредных веществ, которые нас окружают, в пользу экологически чистого сырья в Казахстане появилась давно. Одна из больших проблем – полиэтиленовые пакеты, которые не разлагаются в почве. Ежедневно по всей стране используются тысячи таких. Но мало кто знает, что прямо в Астане работает целое предприятие по изготовлению так называемых биопакетов. Они многоразовые и не несут вреда экологии. Простой пластиковый пакет разлагается от 100 до 500 лет. То есть это большая проблема. Он лежит в том виде, как он изготовлен. То есть это проблема на суши, на море и так далее. Наш пакет, он разлагается, превращается в удобрения. Все начинается с этих мешков. В них находятся гранулы в виде биополимера. Вот так они выглядят в открытом состоянии. Каждый такой мешок весит по 25 килограммов. Этих 25 килограммов хватает на 2000 пакетов в среднем. Привозят сырье из Испании. Процесс изготовления пакетов сложен технически, но его можно описать в нескольких предложениях. Гранулы засыпают в эту емкость. Там они перерабатываются в пленку, которая наматывается на бобины. Ее красят, а затем нарезают. Производительность данного аппарата составляет 240 пакетов в минуту. Это порядка 12 тысяч пакетов за одну рабочую смену. В общем, технологическая линия рассчитана на 5 миллионов изделий в месяц. Наши пакеты, они многоразовые, можно их использовать. Единственное, их нельзя использовать при подогреве пищи в микроволновке. Пока эко-пакеты можно найти только в нескольких крупных торговых сетях Астаны и Алматы. Но авторы бизнес-идеи планируют охватить как можно больше городов. Отчасти популяризация такой продукции зависит и от самих людей. Каждый из нас может выбрать, какой пакет покупать. Марк Брюшко, Ануар Туикелов, Хабар 24, Астана. Больше 40% тратят на продукты питания казахстанцы. К такому выводу пришли специалисты российского информагентства «Рейтинг», изучив структуру расходов жителей 40 европейских стран, а также Казахстана, России и Турции. Оказалось, что больше всего на еду тратят жители Украины, почти 51%. На втором месте казахстанцы 46%, на третьем жители Молдавии 43%. В России и Белоруссии на продукты тратят меньше, где-то примерно треть всех расходов. В Турции лишь пятую часть, в Германии – восьмую. При этом меньше всего расходы на питание у жителей Великобритании – 10% и Люксембурга – меньше 9%. Эксперты также сравнили траты жителей исследуемых стран на досуг и культуру. В Казахстане эта статья расходов не превышает 2%. Для сравнения, на походы в рестораны в нашей стране тратят на 1,5% больше. За самые сомнительные достижения наградили звезд казахстанского шоу-бизнеса. Статуэтки получили актеры, певцы, ведущие и даже спортсмены. Организаторами первой подобной премии в стране стали авторы программы «Казахстанс». Для творческого коллектива программы «Казахстанс», которая вот уже несколько лет веселит казахстанских зрителей на хабаре – это итоговая съемка. Как и полагается, при вручении любой громкой премии тут и красная дорожка, и звезды, чьи имена на слуху у всей страны. Вот только награды за достижения весьма сомнительные, к примеру, за самый длинный клип. Победителем в этой номинации становится Ярки Исмахан с фильмом «Кафе Махабад» ведущие программы. И тут не упустили возможности подшутить над певицей, которая, к слову, сама оказалась не без чувства юмора. Что значит ваше платье? У вас в доме еще остались шторы? Нет, в этом году это последняя штура. Шила наряды для всей семьи. Всего награды раздали по 13 номинациям. Обладателями статуэток стали актеры, певцы, знаменитые спортсмены и те, кто прославился в сети. Отмечу, в Казахстане это первая подобная премия. Где-то такой, можно сказать, степ. Получается такой маленький юмор. Как всегда будут сюрпризы от команды «Казахтаймс». Полную версию интересной премии зрители смогут увидеть под Новый год, 28 декабря. Она выйдет на телеканале «Хабар» и станет своего рода завершающим выпуском программы «Казахтаймс» в уходящем году. Шанар Дулатова, Нургалима Мурбаев, «Хабар-24», Астана. В испанском городе Альтео представлен состав велокоманды «Астана» на новый сезон. Он станет 14-м для «Астаны» высшей лиги мирового велоспорта. Отмечу, минувший год для команды был удачным. Гонщики одержали 33 победы и завоевали 62 призовых места. Мигель Анхель Лопес дважды поднимался на подиум гран-туров на Джира и Вуэльти. Цель на новый сезон, по словам генерального менеджера «Астаны» Александра Винокурова, постараться превзойти результаты этого года. На официальной презентации команда представила 9 новичков. Полный состав «Астаны» на 2019 год включает в себя 28 гонщиков из 9 стран. Трехлетний кунг-фу-малыш покорил интернет. Всего полгода маленький Ци изучает боевое искусство, а специально для этого его разлучили с мамой и отправили в монастырь. Первое время он скучал по дому, но постепенно привык, рассказывают его наставники. Маленький боец просыпается в 5 утра и тренируется целый день, благодаря чему сумел добиться хороших результатов. Видео с его тренировками набирает много просмотров и положительных отзывов. Рада и мама малыша. Она мечтает, чтобы Ци стал солдатом. На этом у меня все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин